Бразильский Капуэйру и Вали Туда Индонезийский Пинчак Силат Боевое искусство, ну скажем так, не слишком известное, у нас в стране даже более вовсе неизвестное Пинчак Силат это общее название индонезийских боевых искусств, включающих в себя два основных раздела Бой голыми руками и бой с оружием В основе современных стилей Пинчак Силата, а их насчитывают более 50, лежат боевые приемы различных племен и народов, населяющих Индонезию Страну 100 тысяч островов Бой голыми руками включает разнообразные удары руками и ногами, локтями, коленями, сбивающие, блокирующие, отвлекающие движения руками Удушение и даже укусы, захваты, броски, болевые приемы В бою с оружием используется традиционный арсенал Крис, это длинный кинжал с волнистым лезвием Писау, нож с широким клинком Паранг, иголок, разновидность ножа-мачета Келиванг, сабля Педанг, меч Тоя, длинная палка Пенчонг, короткая палка Томбак, копье Арит-серб Вот такой арсенал Ну а сейчас мы видим в исполнении настоящих индонезийских мастеров Пенчак-Силат Демонстрацию техники этого боевого искусства Обратите внимание, какое выступление На рубеже 19-20-х веков мастера-наставники впервые попытались объединить разрозненные боевые приемы жителей наиболее многолюдного острова Ява в единую систему Так возник первый стиль Пенчак-Силата — Сетьяхати-Кера В более подних системах отчетливо прослеживается влияние китайских и японских боевых искусств Были разработаны три основных способа ведения боя голыми руками Технику кобры, технику удава, технику тигра Также была разработана техника обезьян Первый из них заключается в том, что боец описывает круги вокруг противника Внезапно атакуя его сериями из двух-трех ударов ног и рук с немедленным отходом после каждой серии Первым обычно идет удар ногой в пах или по ноге противника За ним удар рукой в глаза либо в горло Защита от вражеских атак включает стопорящие удары по бьющим конечностям И зигзагообразные уходы с линии атаки Ставящие своей целью зайти вбок противнику Оказавшись сбоку, с противником резко сближаются, атакуя локтями и коленями Способ удава заключается в том, чтобы наступить на ногу противника Или обвить ее своей ногой, входя с ним таким образом в плотный контакт Затем впиться зубами в шею или в плечо и резким скручивающим движением корпуса и рук Сломать шею или ногу Способ тигра предназначен для боя на скользкой и мокрой земле Для этого боец становится на четвереньке, нанося из такого положения удары ногами по голени, колену или в пах противника Кроме приемов рукопашного боя, в систему сетья хаты террата были включены приемы психической самонастройки и воздействия на противника Изгнание страха, глаза в глаза Поймать взгляд противника и как бы загипнотизировать его Устрашение в атаке, ледяющий душу крик Для развития возможностей психологического самоконтроля и подавления вражеской воли используются оригинальные методы Например, суточное пребывание в глубокой яме, хождение по оживленным улицам с завязанными глазами и другие Мелкивающие и отвлекающие движения руками Улучшение и укусы, захваты, броски, болевые трены На данном фестивале, я повторюсь еще раз, свою технику демонстрируют ведущие мастера Пенчак Силат, приехавшие непосредственно к нам из Индонезии Вы можете видеть, насколько отточены движения мастеров Как четко, в то же время плавно и очень мощно демонстрируют они технику этого единоборства И вот сейчас мы видим работу с оружием Посмотрите, какова техника уходов, уклонов от разящего лезвия Как отработано все Это долгие-долгие годы тренировок То, что мы с вами видим в китайских фильмах про кунг-фу Вот нам воочию демонстрируют не киношные мастера, а настоящие мастера индонезийского единоборства Пенчак Силат Надо ли говорить, что подобное боевое искусство оттачивалось годами И не только на деревенских праздниках, но и, конечно же, в боевых ситуациях То есть это абсолютно боевое искусство, приемы которого техника выработана не одним десятилетиями, а столетиями Она оттачивалась, убиралась все лишнее, уходила шелуха, оставалась самое главное Это основной принцип любого боевого искусства Нанесение максимального урона противнику При этом по возможности стремления не получить никакого урона самому То есть это уходы, уклоны, уворачивания и мгновенные резкие контратаки И все-таки, глядя на выступления азиатских мастеров, вот пришла лично мне мысль такая в голову Что, конечно же, для того, чтобы целиком и полностью проникнуться духом боевого искусства Азии, Дальнего Востока Необходимо или жить там долгое время, или, конечно же, родиться Ну, согласитесь, несколько комично выглядели бы европейские спортсмены, бойцы, называйте как угодно Ну, вот в подобных одеждах и подобном исполнении, даже пусть мастерском, даже пусть великолепно отточенным Но все-таки вот духа вот этого, духа азиатского, конечно, его бы без сомнения не было Ну что ж, прекрасное выступление, нам было просто очень-очень интересно познакомиться с этим боевым искусством Сейчас вы видите, выходит на сцену боец, который демонстрирует технику владения хлыстом Это боевой хлыст, еще одно оружие, используемое в арсенале Пенчак-Силат И посмотрите, какова техника защиты и уклоны, и уходы, и защита ногами Ну, весь арсенал боевого искусства представлен нам Вот вам и, пожалуйста, неизвестное, доселе не виданное боевое искусство Пенчак-Силат Пенчак-Силат Действительно великолепную технику демонстрируют бойцы, мастера Пенчак-Силат И, конечно же, заслуженные аплодисменты зрителей Зрители были просто восхищены Ну и огромная благодарность от нашей программы организатору фестиваля Валерию Мостровому Которому удалось пригласить столь великолепную группу на подмостке концертного зала «Королевский» Заканчивают свое выступление мастера Последний яростный крик Леденящий душу взор И поклон И, конечно же, касаемо Кошап-Силат Афет Афет Субтитры сделал DimaTorzok